50 крупнейших российских издательств сотрудничают с Ульяновским Домом Печати. Школьные тетради, дневники, альбомы – все это еще и собственные разработки. Производство загружено полностью. Сотни тысяч единиц продукции ежедневно сходят с печатного конвейера. Ульяновский Дом Печати – это преемник в 90-х годах был издательство «Ульяновская правда». «Ульяновская правда» выпускала в основном газеты, и численность, как сейчас у меня запомнилась, цифра в 90-м году – 256 человек. С 90-го года до сегодняшнего дня мы развиваемся, модернизация, приобретение нового оборудования. В 1990 году, когда «Ульяновская правда» перестала существовать, понадобилась первая модернизация. Приоритет в производстве получили книги. Пришлось осваивать новые печатные станки, появился переплетный цех и многое другое. Однако в нашем, технологически постоянно растущем мире, за требованиями потребителей и заказчиков нужно успевать. И тут успевают. Самые хорошие машины – это вот «Астер». «Астер-2000», «Астер-Эва», которые вот недавно привезли новую машину. Самые хорошие. Ну, все считают тоже вот эту машину, но для меня как-то вот эти роднее. Сродниться с машиной помогает опыт. Новичку, чтобы освоить любую из машин, нужно время. Светлана на предприятии 25 лет, поэтому она способна быстро почувствовать сильные стороны новейшего оборудования. Каждый в цехе любит свое орудие производства. Работа интересная. Работаю 18 лет уже. Свои тонкости, свои особенности. И простая работа. Работа и довольны. Текучесть кадров минимальная. УДП – серьезный работодатель. В Ульяновской области в полиграфической отрасли работают 1700 работников, 1200 в доме печати. Мы как-то, благодаря развитию, приобретению подочных линий, у нас три подочные линии, в день даже бывает до 100 тысяч книг делаем твердого переплета. 80 тысяч, ну это называется КБСК, это книги с мягким переплетом. И брошюры делаем. И это не все. Здесь печатаются этикетки, рекламу, упаковки, визитки и прочее. Но главное, что книга, сокровище человечества, по уверению нашего земляка Ульянова Ленина, рождается на его родине. На месте сравнительно небольшой типографии теперь современный полиграфический комбинат. Павел Половов, Александр Худряшов, репортер 73. Павел Полов, Александр Худряшов, репортер 73.